Всем привет! Сегодня в ролике я хочу разобрать секретные мини-игры ПВЗ. И да, такие есть. В этом ролике я разберу загадочную страницу Лимбо. Ну ладно, я предлагаю долго не тянуть. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, а я буду приступать к ролику. Итак, что же такое страница Лимбо? Это скрытый объем данных версии ПВЗ на ПК, который содержит 20 мини-игр. Эти мини-игры собирались добавить в игру, но в конечном итоге были отменены по неизвестным причинам. Несмотря на то, что эти мини-игры сделаны еще в далеком 2008 году, они до сих пор находятся в игре. Но получить к ним доступ можно только с помощью посторонних программ редактирования памяти, таких как Чит Энджин. Давайте я покажу, как это сделать. Откройте меню ПВЗ. Зайдите в Чит Энджин в режиме администратора. После чего нажмите на иконку компьютера с лупой. И найдите программу PopCapGame1.exe. Как только вы откроете эту программу, нажмите просмотр памяти. После чего вы увидите строки кода. Щелкните правой кнопкой мыши на любой из них и нажмите перейти по адресу. После чего введите код 00431CE0. Когда введете код, нажмите ОК. Вы должны перейти к строке кода и нажать правой кнопкой мыши на выделенный код и нажать заменить кодом, который ничего не делает. И нажмите ОК. Теперь у вас будет доступна страница Лимбо. Теперь перейдем к разбору этих секретных мини-игр. Первая мини-игра называется Art Challenge Walnut. Суть этой мини-игры в том, что вам нужно высадить стены орехи таким образом, чтобы вышла форма стены ореха. Мини-игра может длиться бесконечно долго, пока игрок не проиграет, либо не высадить стены орехи должным образом. Подобная мини-игра есть и в обычных мини-играх ПВЗ. Называется она Видеть звезды. В ней нужно высадить форму звезды и звезда фруктов. Вторая мини-игра называется Солнечный день. В этой мини-игре нужно продержаться 4 волны. Особенно эта мини-игра тем, что с неба падают огромные солнца, которые дают 50 солнечной энергии вместо 25. А так обычная мини-игра. Третья мини-игра называется Неподдерживаемый. В этой мини-игре у вас отсутствуют две боковые линии. На них нельзя посадить растения. Но несмотря на это, по ним всё равно будут идти зомби. Чтобы пройти эту мини-игру, вам понадобятся растения, которые могут атаковать соседнюю линию. Это такие растения, как Тристрел, Взрыва Вишня и Мракогрипп. С помощью этих растений вам нужно продержаться 4 волны. Четвёртая мини-игра называется Большое время. В этой мини-игре подсолнух и стена орех огромного размера. Помимо размера увеличивается скорость производства солнышек и хп. Вам нужно продержаться 4 волны. Что с такими растениями не так уж и сложно. Пятая мини-игра называется Арт Челлендж Санфлавер. Эта мини-игра по сути то же самое, что и первая. Но вместо формы стена ореха, вам нужно с помощью звезда фрукта, стена ореха из античного листа высадить форму подсолнуха. Шестая мини-игра называется Воздушный налёт. В ней вам нужно продержаться 2 волны на локации туман. Но вместе с обычными зомби, на ваш дом будет лететь огромное количество зомби на шариках. Седьмая мини-игра называется Уровень льда. И эта мини-игра очень загадочная. В чём же её загадочность? А в том, что в ней ничего нет. В буквальном смысле, в ней нет музыки, нет зомби, нет падающих с неба растений, нет ничего, кроме выбранных слотов растений. Эту мини-игру невозможно пройти. Ведь сколько бы ты ни ждал, ни один зомби не начнёт идти. Вероятнее всего, эта мини-игра просто не была доделана. Так и непонятно, что в ней должно было быть. Восьмая мини-игра называется Высокая гравитация. Как следует из названия, в этой мини-игре настолько высокая гравитация, что все выпущенные снаряды растения падают на землю. Уровень можно пройти с помощью дыма и мрака гриба. Девятая мини-игра называется Серьёзная опасность. В этой мини-игре могилы могут появиться в любой момент. Вам нужно продержаться 2 волны. Уже на первой волне из могил будут вылазить зомби. Десятая мини-игра называется Сможешь ли выкопать это? Это конвейерная мини-игра, в которой изначально всё поле будет засажено стена орехами. Вам нужно постепенно выкапывать стены орехи и сажать горохострелы. Одиннадцатая мини-игра называется Тёмная бурная ночь. Эта мини-игра похожа на уровень 4.10. Единственное отличие этой мини-игры от уровня 4.10 – это растение, которое выдаёт конвейер и встреченные зомби. Двенадцатая мини-игра называется Банжи Блиц. В этой мини-игре вам нужно продержаться 3 волны, используя только взрывовишню и тыквы. Эта мини-игра тоже самая, что и уровень 5.5, только вместо Чёмпера вишни. Тринадцатая мини-игра называется Интро. И это даже не мини-игра, это просто интро, такое же, как и при первом заходе в игру. Четырнадцатая мини-игра называется Дерево мудрости. И это тоже не мини-игра, а просто Дерево мудрости. И пятнадцатая мини-игра называется она Upsell. Это реклама покупки полной версии. Она отображается, если пройти пробную версию. Она используется, чтобы сообщить игроку, что его бесплатная версия закончилась. Почему-то эта реклама есть на странице Лимбо. Ещё на странице Лимбо можно найти бесконечное выживание на локации День, Ночь, Туман и Крыша. Они ничем не отличаются от обычного бесконечного выживания, кроме того, что происходит на разных локациях. Ну ладно, вот такой ролик у меня получился. Надеюсь, он вам понравился. Если да, то можете посмотреть другие мои ролики. Ну а я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok